Восьмой тур чемпионата России подарил немало интересных матчей, итог которых в нынешних реалиях предугадать было довольно сложно. Встреча в ВВА Подмосковья и Красного Яра несла в себе, пожалуй, главную интригу. Обе команды невзрачно начали сезон, но зато знатно потрепали нервы болельщикам в очном противостоянии. Особенно непредсказуемым оказался первый тайм. Белозелёные после победы в прошлом туре над Енисеем вышли без особого настроя, за что сразу же поплатились. Поведя в счёте после точно исполненного штрафного, военные лётчики не стали форсировать события, сосредоточив усилия на защите. В свою очередь, яровцы, получив мяч, толком не смогли извлечь из этого дивидендов. Даже когда в ВВА остался в меньшинстве, у хозяев не получилось сломить оборону гостей. Самое главное, что военлёты, отдышавшись за считанные секунды до перерыва, заносят попытку. 8-0. Во время перерыва тренерский штаб Яра всё же смог достучаться до своих игроков. Не прошло и пяти минут во втором тайме, как Белозелёные занесли мяч в зачётку гостей. Следующих результативных действий болельщикам пришлось ждать целых 20 минут. Белозелёные, благодаря попытке Антона Рудова, впервые в матче вышли вперёд. И всё же подмосковная команда не оставляла попыток переломить ход игры в свою пользу. Гости забили штрафной. Разрыв в счёте стал минимальным. 12-11. Но всё же последнее слово осталось за Яром. Виктор Архип своей попыткой принёс победу команде. 19-11. Вся игра складывается из мелочей. Мы сегодня не уступили ни в желании, ни в отдаче, ни в злости, ни в понимании игры. Мы сегодня уступили именно в маленьких технических мелочах, которые мы должны будем исправлять. Начальные удары, коридоры, стандартное положение. То есть вот на этом нам нужно фокусироваться и дальше работать. Но, в общем, команда, я считаю, сыграла хорошо. Хорошо.